Доброе утро, я собираюсь уйти на завтрак. Завтрак у нас в другом корпусе, там где ресепшн. Ой, что-то я как-то сегодня проснулась с тяжестью в голове. Я вчера просто... Вчера я замёрзла. Расскажу как. Я вчера принимала ванну, налила целую ванну горячей воды, прям такой хорошей горячей воды. И полежала в ванной, начала спускать её и включила воду, чтобы текла, чтобы помыться. И вдруг пошла холодная вода, и я не смогла нормально помыться. Я так замёрзла. Я сидела всё в пене, в шампуне, и мёрзла, меня прям трясло, колотило. В общем, горячую воду я увидела только на сующее утро, сегодня. И поэтому я вчера везде бы включала кондиционеры, и, соответственно, у меня теперь от горячего воздуха... Хотя я не скажу, что он горячий, я на 26 градусов поставила. У меня теперь, наверное, голова болит. Может быть, от того, что я не доспала, потому что я с трудом сегодня встала, мне хотелось спать ещё. В общем, сейчас ждёт завтрак. То мы поедем на работу. Говорю, что, как я. Ну, просто дорожка это. Здание такое симпатичное. А ты неправильно снимаешь, надо обязательно сказать видео, но давайте мы идём на завтрак. Мы идём на завтрак. На каждого человека накрытый. Вот столик, вон тот можно. Давайте вон тот вот. Там нету, нету. Вот вон тот можно. Или вот этот, чтобы не загораживать телевизор. Ну, давай, я иду. Держишь? Так, чё? Выбор. Особо и не сильно-то богатый выбор. Не знаю. Чё-то вы не сумели вчера. Вот у гостиницы вот такой бассейн, он сейчас закрыт. И вот это корпус столовой. И как раз из столовой вот оттуда можно выйти и покупаться. Вот такая вот территория у отеля. Всё зелёное, много домиков всяких разных. Здесь хорошо видно. Завтра такие, завтраки такие скудненькие, мало выбора. Ну, я немножко засняла. Но, тем не менее, голодным не останешься. Вот такой вот бассейн. Савилёты летают. Такие дорожки. Очень приятная гостиница, мне нравится. Вот смотрите, вот такие вот, как столики есть. Дворики практически у каждого номера. Ну да, и зелени, много зелени. Вот даже пальмы. Ну, в гостинице, у гостиницы, бассейн закрыт. А, ну кто сказал? Ну, вон дверка закрыта. Там вот вход. Не, ну понятно, что сейчас, наверное, кто и плавает. Сейчас, наверное, не сезон, да? Просто это ракурс до полуфига. Вот эта дорога до нашего корпуса, до его, где я живу. У нас вот такие вот опознавательные знаки стоят везде. Такие вот домики. Вот в одном из таких мы живём. Парковочные места тоже везде. Территория красивая и приятная. В общем, есть тут такое недалеко место, про которое я давно знаю. Называется Падирак. Очень хочется туда попасть. Я думаю, мои спутники не очень против. И, возможно, мы туда поедем. Смотрите, какая красивая дорожка. На улице прохладно. А, уронила. Вот эти тоже прикольные, у бассейна, да? Которые летят. Выходишь сразу в бассейну. Тут Андрей пошёл. Лаванда растёт. А? Что там? Растёт какой-то шишечный. О, прикольное. А ты думал? Нет, я по-разному и себя, и не только. Запах тут, конечно, да, вообще прям... Да, интересное растение. Это, слушай, это цветочки. Мне кажется. Шишечки. Это не шишечки, они просто скукожились. Да, вот ещё один ракурс на бассейн. Так я говорю, я тоже думаю, на черёмуху похоже. Что это такое? Нет, ты вот на это делила. Нет, это другое. А, это оно же, просто облупленное, по-моему, нет? Нет, 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 ничего другого. Мне кажется, оно же. А, мне кажется, с этого. Ну, такое всё зелёное, красивое тут. Движемся в сторону домика нашего жилья. Там, кстати, что за вышка это такое, где птички живут? А почему у них такая сотовая вышка? У нас... Вот здесь, смотрите, есть гаражный домик сразу с гаражом. Или как это, с парковкой, с парковочным местом. Сразу вход в номер гостиничный. Идёте, наверное, места подороже, да, с парковочными? Да, мне кажется, нет. Просто так повезло. И вот это наш корпус. На правую, он на ту сторону. Вы на стенку смотрите? Надо посмотреть. А я не знаю, надо посмотреть. А так темно было вчера. А я забыла. Так, вот ещё какие-то номера. Дорожки. Так это же хорошо, что в стенку никто не заглядывает. Вот эта вот веранда, это моего номера. Это веранда Пашиного номера. Подожди, а где моего номера? А, это Паша, да. Паша! Вот это мой номер. А, вот ещё и закрылась. Да, вот это вот мой номер. Да, вот это вот мой номер. Это первый этаж. И вот окна второго этажа. Да, конечно, закрылась. Вот так вот это выглядит. А? Вид, конечно, у меня никуда, на кусты и на забор. Но это как-то не волнует. Наоборот, меньше людей заглядывает ко мне в номер. Дверь в подъезд открывается кодовым номером. Кодовым номером. Говори номер. 95-62. 95-62. А дальше уже ключи. Да, это смотри, смотри, кольца. Вот эти киски. Вот это вот моя квартира. Что, заходи за утигой? Ой, что это такое? А, господи, я думала, выклейка какая-то. У меня номер 405. Тут есть ещё теннисный корт, но я его не видела почему-то где-то. Ну, в общем, такая территория в отеле очень приятная, очень красиво, нам всё нравится. Вид из окна. Сейчас покажу, что сверху, то, что я сейчас снизу вам показывала, снимала. Вот те кусты, где я ходила, и вот вид из окна, как он открывается. Это со второго этажа. Фокусируйся, камера. Вот. Вот такой вид у меня. Вечером мы опять пойдём в Карфор. Опять за продуктами, наверное, парни пойдут. Или они там кушают во фланче. В принципе, во фланче еда недорогая, можно на них неплохо посидеть. Но у меня на ужин уже будет еда, поэтому я не знаю, что я. А я должна сегодня разобраться, как купить конверт или марку. Там есть автоматы для самообслуживания. Надо разобраться, как ими пользоваться. Хорошего всем дня. Приехали в Карфор. После работы. Хочу найти, где почта автомат самообслуживания марки, которую раздаёт. Задача номер один на сейчас. А? Нет, я ходила. Ну, меня заказали, да. Духи, там, всякую косметику. Ну, это, знаешь, на любителя. Это как бы каждому своё, надо всё равно. Шанели, да. Сейчас. Используйся. 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 Это как бы. Вот это, да? Да. Когда вы покупаете этот продукт, вы платите 58, и после этого вы платите только... А! Ретач! Да, точно. Поход по магазину закончился тем, что я проходила практически все время по заказам. Вот все, что на столе это куплено. Я об этом сейчас буду снимать live-видео, потому что, ну, я не знаю, может быть не стоит перегружать ролики покупками, но сразу скажу, что это только косметика сегодня покупали. Сейчас пожалуюсь. Я не любитель брать заказы, и объясню почему. Потому что я сегодня все время ходила и искала по заказам, даже не все заказы успела взять, и не успела попасть в основной магазин, не успела зайти за продуктами, не успела себе купить то, что хотела, и, конечно же, не успела дойти до конвертиков. Дело в том, что сейчас мы живем подальше от Карфура, и из-за этого у меня нет времени самостоятельно посетить и до закрытия магазина гулять, как это было раньше. И сейчас я вынуждена быстро-быстро привязываться к времени остального нашего коллектива. Мальчики ходят по магазинам, сами знаете, как быстро, поэтому я ничего не успела. Я не успела даже купить еды. Хорошо, что я вчера взяла два супа, и у меня еще остались Рафиоли. В общем, чем поужинать у меня сегодня будет. Но это мне на заметку. Как я еще раз подтверждаю, что я не любитель брать заказы, потому что на это тратится очень много времени, и я не успеваю делать то, что мне интересно. Я брала заказы, конечно, немножко с личной выгодой, потому что за каждый потраченный рубль мне или евро мне идут начисления на Аэрофлот бонус. Но, наверное, там не такие большие мили, чтобы можно было жертвовать. Ну, конечно, люди делают мне тоже приятное когда-то. Я не особо часто прошу, но иногда прошу. Ну, конечно, я себе тоже что-то хотела купить, и себе из того, что мне нужно было, я купила... Может быть, не нужно было, но захотелось мне взять консилер. Меня девушка... В основном я брала была в Сифоре, я зашла сегодня в два магазина, в Кико и в Сифору. В Кико я купила карандаш по заказу, сама что-то посмотрела, посмотрела. Мне, в принципе, Кико нравится, у меня много что есть, но у меня сейчас нет необходимости в какой-то дополнительной косметике, поэтому я ничего не взяла. Вот. И основную часть времени я провела в Сифоре. Нет, в Кико я тоже провела много времени, об этом я сейчас расскажу. Долго ждала обслуживания, потому что было много народов. А в Сифоре меня несколько девушек обслуживало, я ходила со списком, я показывала на русско-английском на название, потому что я найти не могла, не очень ориентируюсь в тюбиках. Ну, не всё знаю, не всё понятно. И, конечно, один заказ у меня не нашла я. И я себе хотела тоже Мишу, но эту косметику не продают в Сифоре. Надо где-то её в другом месте искать. Я хотела базу под консилер, под глаза. Вот. И что ещё я хочу сказать? В общем, вот сейчас... Вот то, что я купила. Я здесь попросила сразу завернуть в подарочной упаковке. Здесь духи, здесь духи. Туалетная вода. Туалетная вода, точнее. Вот это тоже запечатали. Средство. Я его сейчас достала, потому что запечатали вот такой вот пакет, не очень удобный. В Кико вот этот карандаш. Вот этот консилер мой. И мне дали ещё подарочек. Шанельский. Шанельки. Шанельки. И вот тоже какое-то предложение. Я, конечно, вряд ли воспользуюсь. Но, тем не менее, 15-минутное предложение на бар-мейкап. В Сифоре тоже дали бумажку. Предлагают подключить приложение, как я поняла. Вот. Такой вот у меня сегодня улов. В Сифоре всегда приятные девочки работают. Они мне, вот, помимо дали подарки, ещё предложили на вечер надушить меня. В общем, сейчас на мне аромат Miss Dior. Я попросила какой-нибудь свеженький аромат. Раньше он мне не очень нравился. Вот на мне, в принципе, мне понравилось, как от одежды пахнет. Вот. Планы на вечер. Планы на вечер я сейчас буду варить себе, кушать. Сейчас примерно... Я даже не знаю, сколько времени сейчас. Часов, наверное, 8-9. Может, ошибаюсь. И, не знаю, может, за компьютером посижу. Как видите, не особо интересно у меня проходят дни. Я сегодня весь день активно постила фотографии в Instagram с едой. Когда я приезжаю во Францию, я всё время пощу фотографии еды. Ну что, на этом, наверное, сегодня всё. Сейчас я буду снимать live-видео. И мы увидимся с вами завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok